Здравствуйте! В прямом эфире программа Вести Рязани, ведущая я, Юлия Дац, и некоторые темы, о чем сегодня расскажем. Армения. Минуты, часы и недели ада. Сегодня в России поминают жертв чудовищного по своей силе землетрясения. Дачная амнистия, перезагрузка, что меняется уже с 1 января будущего года. И особенности зимнего вождения, когда про педаль тормоза лучше забыть. Сегодня в регионе отмечают 75-ю годовщину освобождения Михайлова от немецко-фашистских захватчиков. Солдаты Третьего рейха почти две недели занимали город. Значение Михайлову вермахт придавал немалое. Здесь сходило 7 важных дорог. Рядом Москва и Рязань. Окупанты превратили Михайлов в сильно опорный пункт. Все важные подходы к городу были заминированы, а на колокольнях церквей немцы выставили пулеметчиков. Однако в ночь с 6 на 7 декабря благодаря стремительным и внезапным действиям Красной армии Михайлов был освобожден. Свои жизни тогда отдали более 300 советских воинов. В Михайлове сегодня проходят памятные торжества, посвященные годовщине. Подробности в наших следующих выпусках. В этот день, 28 лет назад, Армению сотрясли подземные толчки в эпицентре, достигавшие верхней отметки 10-бальной шкалы. Восстановить разрушенные города помогали всей страной. Горе стало общим для всех. Арминес Аркисян была одной из тех, кто чудом выжил в результате землетрясения. И спустя годы страшные картины той трагедии не забыты. Это не просто кадры нового фильма «Катастрофы», а попытка посредством кинематографа передать масштаб трагедии, которую в Армении вспоминают со щемящей болью в сердце. 7 декабря 1988-го чудовищное по силе землетрясение превратило в руины город Спитак и разрушило более 300 населенных пунктов. Армине в тот день жила в Ленинакане, втором по величине городе Армении. Вспоминает в тот страшный день, будто содрогнулась земля. Стрелки на часах замерли в положении 11.40. За 30 секунд родной город оказался стертом с лица земли. Я уже слышала своего отца, то есть вот как бы со мной разговаривали, даже через какие-то отверстия мне вот как бы давали мокрые платочки, потому что был пыль, когда все это поднимали. Были случаи, когда в процессе спасения очень многие погибли, потому что задыхались территория, там дышать было нечего. Армине спасли из-под завала спустя 14 часов. Школа, в которой училась девушка, оказалась полностью разрушена. Под бетонными плитами остались больше 800 детей. Чудовищные картины последствий землетрясения не выходят из памяти до сих пор. Да и возможно ли такое забыть, добавляет Альберт Варданян. В Ленинакан из Рязани мужчина добрался спустя три дня после трагедии. О землетрясении узнал из новостей по телевизору. И как толком пробило, признается Альберт, в Армении остались жена и дети. Мы не знали ни масштабы техильного бедствия вот этой трагедии. Когда увидели это естественно, как это во сне, как будто это происходит не с тобой. То есть ты уже видишь этот сон, такого не может быть. И не представляешь, как это так может быть. Потому что уже на третий день, когда приехали, гробы везде, по всей улице. Прямо тут пачками там стояли. Семья Альберта выжила, но оставаться в разрушенном городе, погруженном в трауру, было просто невыносимо. Спустя несколько месяцев Альберт вернулся в Армению. Восстанавливать стертые с лица земли дома и улицы. О тех событиях сейчас напоминает медаль ликвидатора последствий землетрязения в Спитаке. На ней все те же стрелки часов в положении 11.40. Мгновение унижшей жизни 26 тысяч человек и навсегда ставшей трагедией всего народа. Ирина Целикова, Евгений Леонов, Вести, Рязань. По факту кражи в Успенском храме села Старолетово Рыбновского района возбуждено уголовное дело. Об этой истории Вести, Рязань, рассказывали на минувшей неделе. В храме должны были установить железные решетки на окнах. Но в ночь перед этим, отжав оконные створки, в церковь проникли неизвестные. Они похитили четыре иконы. Это старинные образы, написанные масляной краской. Два из них были недавно отреставрированы. Сообщается, что похитители оставили улики. С места происшествия изъяты следы пальцев рук и следы обуви. Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратурой Рыбновского района. Дачная амнистия продлена до 1 марта 2018 года. Но меньше, чем через месяц она станет более сложной и дорогой процедурой. С 1 января 2017 года утратить силу так называемое упрощенное оформление строений на землях садовых и дачных товариществ. А в Рязанской области каждая вторая дачная постройка сегодня не учтена. Тему продолжит Ольга Андреева. Даже зимой ее тянет на дачу. Зинаида Паршина говорит, здесь особый воздух. К тому же надо проверить, все ли в порядке на участке. Беспокоится она и о том, что пока не оформила дачный домик. Ведь с Нового года одно из важнейших положений дачной амнистии, а именно упрощенное оформление строений на землях садовых и дачных товариществ, утратит силу. Я думала, что действительно 2018 год еще пока у нас время-то есть. Поэтому мы это самое потянули. Она отказывается уже с 1 января. Так что стараемся побыстрее сделать. По данным регионального отделения Союза садоводов России, более половины рязанских дачников до сих пор не поставили свои дома, гаражи и бани на кадастровый учет. Вы понимаете, думали, это, наверное, все-таки наш русский менталитет. Я так думаю. Многие, 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 когда начинаешь говорить, а мы еще успеем. То есть вот эта вот русская авось, она действует до сегодняшнего дня. Дачная амнистия действует уже 10 лет. В прошлом году ее продлили до марта 2018 года. И, видимо, у судоводов сложилось мнение, что до этого времени будут действовать все льготы. Однако уже с 1 января оформить строение по упрощенной схеме не получится. Сейчас, чтобы поставить домик на кадастровый учет, достаточно предоставить декларацию, заполненную самим же владельцам. С нового года нужен будет технический план строения. Тех, кто не успел, им придется 1 января уже приглашать кадастровых инженеров для того, чтобы составил план схемы оплатить за это расходы инженеров. И только после этого, может быть, поставить на кадастровый учет и получить право собственности. Остальные документы пока до марта 2018 года не будут требоваться. Услуги кадастровых инженеров недешевы – от 6 до 10 тысяч рублей. На то, чтобы оформить дачу по старой схеме, где требуется только госпошлина в размере 350 рублей, у рязанцев остается всего лишь 3 недели. Ольга Андреева, Александр Бредихин, Вести Рязань. Рязанцы просят проверить, законно ли, что в их дворах торгуют мясом. Палатка передвижная, но уже месяц стоит на одном месте, на улице Новаторов. Кто разрешил и, главное, зачем, если потенциальные покупатели против, выясняла Елизавета Дорохина. Припаркованный под окнами дома номер 3 по улице Новаторов фургон возмущает местных жителей вот уже целый месяц. Недостатков в торговых точках люди здесь не ощущают. И необходимости в размещении еще одной передвижной не видят. Откуда продукция, жители тоже не знают. Не удалось это выяснить и нашей съемочной группе. При виде камеры предприниматель спешно закрыл автолавку и скрылся. Вот рынок рядом, вот магазин, прямо вот магазин на магазине. И куда же свежее мясо все сюда притащили все? Я никогда не знаю, я не подхожу. Я в одном месяце покупаю всегда и все. Откуда он ее приводит, неизвестно. Она у него ночь лежит в машине от мяса. Вот вечером, вот как не глянешь, он в машину не ложит ее обратно. Тут оставляется на ночь. Четыре колеса не повод игнорировать законы, но все же у жителей возникает вопрос о легальности торговли. Вот ответ из администрации Рязани. С ней договор на размещение фургона не заключался, поскольку земля, на которой он стоит, находится в собственности жильцов многоквартирного дома. Люди, в свою очередь, утверждают, их также не поставили в известность. Кстати, управление Роспатриотнадзора предприниматель тоже не уведомил. Документ, который предприниматель должен представить, это уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Данные требования определено федеральным законом. Данное уведомление предпринимателям подается до начала осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, остатки от продукции работники выкидывают прямо на улицу. И, по словам жильцов, возле автолавки собираются бездомные собаки. Видимо, решить проблему поможет лишь отсутствие спроса у покупательской аудитории. Елизавета Дорохина, Юрий Косоротов, Артем Королев, Вести, Рязань. Чрезмерные тренировки могут довести до больничной койки. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы противопоказаны силовые тренировки. Для них подходит только облегченный вариант упражнений на специальных кардиотренажерах. Те, у кого гормональные нарушения и заболевания щитовидной железы, должны чередовать усиленную нагрузку и минуты отдыха. И не следует искать специальные программы для тренировок в интернете, поскольку они рассчитаны на среднестатистического человека и не учитывают отдельные особенности организма. У всех у нас есть свои ограничения. Будь то наша антропометрия, наш рост вес, будь то наши заболевания какие-то или травмы полученные в молодости. Но, тем не менее, стандартная программа тренировок для обычного человека, скажем так, не подойдет. В системе Европротокола грядут изменения, призванные повысить его популярность среди водителей. Во-первых, ожидаются поправки, благодаря которым можно будет зафиксировать ДТП тремя способами. С помощью средств технического контроля, приложения для смартфона или обычного кнопочного телефона. Правда, для последнего варианта потребуется специальная услуга оператора связи. Во-вторых, лимит выплат по Европротоколу планируется увеличить вдвое до 100 тысяч рублей. Есть общероссийская статистика, есть рязанская статистика. И в среднем в Рязани процент использования Европротокола больше, чем в среднем по России. То есть это около 30%. То есть треть всех убытков, всех ДТП оформляется без сотрудников ГИБДД. Чтобы как можно реже пользоваться Европротоколом, да и вообще попадать в любые аварии, нужно освоить технику зимнего вождения. Для России, где перепады температуры случаются иногда каждые сутки, это особенно актуально. Зиму можно назвать самым злейшим врагом для автомобилистов. Гололед, снежные заносы, а также короткий световой день – все это накладывает отпечаток и придает особенности технике зимнего вождения. Мы с вами начинаем движение, плавненько трогаемся. Машина поехала и все хорошо. Если мы с вами остановимся и тронемся довольно-таки резко, то будет пробуксовка на месте. Главный девиз всех автомобилистов в зимний период – все делать плавно, рассказывает инструктор по вождению Кирилл Жуков. Капризничать зимой не только погода, техника тоже особого внимания требует. Переобуть машину нужно было еще, когда столбики термометра показали плюс пять, а сегодня особое внимание фарам и стеклам. Очищать их нужно по мере загрязнения. Ведь опасностей на зимней дороге хоть отбавляй, но резкое торможение лучше оставить до лета. Нужно тормозить в тот момент, когда у тебя колеса находятся в прямолинейном положении. То есть мы прямо с вами вот едем, да, начинаем тормозить, и колеса прямо. Видите, автомобиль остановился на той территории, на которой мы с вами захотели остановиться. Если же мы с вами сейчас при торможении на скорости повернем руль, то автомобиль как скользил прямо, так и скользит. Видите, он практически не остановился. Увеличился тормозной путь. Сцепление с дорогой стало хуже. Поэтому первая заповедь водителя зимой – скорость движения должна быть минимальной. Идеальный стиль зимнего вождения, соблюдение дистанции и минус 10 км в час от максимально допустимой скорости. В этом сезоне рязанским водителям нужно было перестроиться буквально в течение суток. Справились не все. В этом году снег у нас выпал неожиданно. Выпадение этого снега пришлось на выходные дни. Это было суббота и воскресенье. За эти буквально два дня у нас произошло огромное количество ДТП, в которых погибло 10 человек, в том числе двое детей. Однако автомобилист должен быть готов ко всем капризам погоды. А зимний стиль вождения приобретать под присмотром инструктора, а не дрифтуя на стоянках. Опыта это не добавит. А вот несчастных случаев такая тренировка принесла уже немало. В этом году житель Рыбного решил полихачить на замерзшем озере. Машина провалилась под лед. 19-летний пассажир погиб. В ходе следствия обвиняемый вину не признал, сообщив, что в момент погружения автомобиля в воду им управлял погибший. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, которая опровергает версию обвиняемого. Машина – средство повышенной опасности, напоминают специалисты. И садясь за руль, автолюбитель должен помнить, что берет ответственность не только за себя, но и за всех участников дорожного движения. Елена Макарова, Александр Бредехин, Станислав Фербицкий, Вести, Рязань. Пока все. Хорошего дня. Увидимся в 14.40. По данным Гидромцентра России, сегодня 7 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба будет расти. Температура воздуха по области минус 11-13, в Рязани 10-12 градусов мороза. Синяя птица. Новый сезон. В воскресенье в 18.00 на канале Россия. Новый сезон.